Я всегда занимался жизнью и многими человеками одновременно. Я был уверен с тем принципом, что в жизни мы занимаемся всем понемножку. Но это происходило до тех пор, пока ко мне было не пришла мысль. Мысль создать свой бизнес. На самом деле такая мысль приходит по очень многим людям, и многие здесь бывают успеха. Но моя мысль была создать бизнес на основе научных идей. Научных идей, которые бы обеспечили ему, этому бизнесу, устойчивое и существенное, конкурентное преимущество. Такой бизнес называется инновационным. И здесь, несмотря на то, что очень многое сейчас об этом говорится, далеко не многие достигли успеха. Особенно в России. Вообще говоря, рассказ по настоящему успешному инновационному проекту, это просто называется «Отлетение до прибыли». Поскольку главная цель любого бизнеса, в том числе и инновационного, это извлечение прибыли. Наш настоящий успех еще впереди. А те результаты, которых мы достигли, это получение меньшим инвестиций, национальная премия в области инноваций, друг президента Российской Федерации, и вхождение в число первых шнепередных осколков, это лишь промежуточные точки. Точки на пути от идеи до прибыли. И поэтому мой рассказ называется «От идеи до», где вот эти точки, это и есть те самые промежуточные точки. Я вам расскажу, чем мы занимаемся. Мы занимаемся системами интеллектуальной лайки и видеонаблюдения. Чтобы не вдаваться подробностей, очень коротко. Мы видим камеры видеонаблюдения сейчас повсеместно. Их количество, все это растает, и операторы уже не могут контролировать ситуацию. Представьте, что видит этот человек рядом на эти 100 мониторов. Казалось бы, можно записать всю эту информацию и потом просмотреть. Конечно, можно, но объемы видеоархивов такие огромные, что вот если здесь, во-первых, что ярко будет на 300 видеокамер, они будут около 1000 часов кг. Вот, собственно, мы занимаемся разработкой технологий, которые направлены на решение вот этих проблем. А началось все в 2008 году, когда у нас были две научные идеи, которые позволяли бы решить вот эти проблемы. Но тогда были только идеи. И у нас возник вопрос, а где, собственно, взять деньги, для того, чтобы хотя бы эти идеи проверить и довести до чего-то работающего? Вообще говоря, любой человек, автор научной идеи, когда она у него возникает, сначала инвестирует в эту идею все время, потом он инвестирует туда свои собственные деньги, а когда деньги собственные заканчиваются, он идет своим родственникам и знакомым и берет деньги у них. Но очень часто случается так, что деньги родственникам и знакомым тоже вдруг заканчиваются. И тогда, ну, человеку становится несколько неловко, ему родственники знакомые говорят, ну что, ты наши деньги потратил, а где результат? И чтобы ему не было так стыдно, он думает, а где же мне чьи же деньги потратить еще? И начинает думать о привлечении внешних снаселений. Ну, в моем случае все было гораздо проще, просто потому что у меня не было собственных денег и богатых знакомых. Поэтому я оправдал задавший вот этот вопрос, а где взять деньги? Где взять деньги извне? Я подумал, черт возьми, ну, кредит нам банк не даст. И тогда вдруг мне пришла мысль, что вот существуют такие люди, инвесторы. И, наверное, эти инвесторы могут вложить деньги в наш бизнес. Тогда я подумал, а зачем им это нужно? И тогда я подумал, что, ну, наверное, мы можем создать компанию. Инвесторы туда вложат свои деньги, мы туда вложим свои идеи. И деньги, в связи с нашими идеями в рамках этой компании, обеспечит стремительно рост этой компании, и мы все будем безмерно счастливы. Я, когда открыл интернет, открыл яндекс, набрал там слово «долевые инвестиции», и узнал, что я, оказывается, придумал механизм, который уже был придуман для меня. И он называется «венчурное финансирование». Вот он примерно так и работает. И, значит, я прочитал об этом в интернете, купил несколько книжек, прочитал, и загорелся идти привлечь деньги из венчурного фонда. Или, отбидно сам, я привлечь венчурные деньги. Я, правда, прочитал еще в интернете, что вот те проекты, которые эти деньги получают, из них только один стоит успешным, а остальные, в общем, не такие успешные. Ну, я подумал, что, здравствуй, а мы этим одним и станем. Тогда я рассказал об этом своим друзьям, говорю, вот я вот хочу вот так вот построить бизнес. И я увидел, что они мне в ответ крутили пальцы на висках. Они, думаю, смеялись, сказали, ну, слушай, это где-то там за океаном, за границей, у нас такого просто нет. Тем не менее, это меня только разозрило, и я вбил себе в голову идею, что я, во что бы то ни стало, хочу проведать деньги из венчурного фонда. И стал, значит, включать заниматься этим. И тут я понял, что вот одна идея вообще маловато. Чтобы венчурному инвестору было интересно с вами разговаривать, вы должны ему четко сказать, первое, а что вы хотите продавать? Второе, кому вы хотите продавать? И третье, самое главное, почему эти самые, кому вы хотите продавать? Ну, без вашего продукта жить дальше не смогут. Вот, и мы стали придумывать ответы на эти вопросы. Стали ходить по всяким мероприятиям, где презентовались проекты. И встречали много разных людей, предпринимателей, которые вот этими вопросами особо не заморачивались. Я расскажу два примера. Значит, одни ребята рассказывают о том, что у них есть супертехнология, которая вернет мир. Они говорят, она точно ведь мир вернет, ну, а экономику мы еще не считали. И они говорят, мы сейчас через две недели наймем экономиста за двадцать тысяч рублей. Он им посчитает экономику, и наш проект после этого сразу же вернет весь мир. Вот есть другие ребята, которые знают, что и кому они хотят продавать. Я расскажу еще про продаводского человека. Он придумал новый язык программирования. И говорит мне, этот язык, за ним будущее. Он перевернет весь мир. Я говорю, слушай, а кому ты будешь его продавать? Он говорит, я буду его продавать всем. Я говорю, ну, как всем? Объясни. Я говорю, буду записывать на детский и продавать всем, вот всем каждому, это десять по десять рублей. Я даже сказал, слушай, а чего ты взял, что все будут твои дети здесь покупать? И я получил гениальный ответ. Он говорит, ну, всякое дерьмо покупает, ну, и мое тоже купят. Ну, если даже всякое дерьмо покупает, то и мое купят. Вот, собственно, вот в таких руках мы крутились и думали, как же нам ответить на все эти вопросы, чтобы, значит, привлечь эти самые деньги. А первый, но самый главный вопрос, который встал перед нами, это вопрос о том, а где же, как же проверить вашу идею? Потому что инвесторы нам говорят, ребят, вы нам покажите, что они работают. Вот сами идеи выкручены на бумаге, нас не убеждают. И тогда, и тогда мы, значит, вам, может быть, дадим денег. Я тогда понял, что вот нам нужно вначале найти деньги на то, чтобы довести наши идеи до числа доработающего. И я узнал, что для этого существуют специальные гранты, специальные фонды, и видно сами. Мы, значит, пошли, нашли этот фонд, пошли туда, значит, стали писать заявку, показали его кучу экспертов. Эксперты все сказали, вы знаете, у вас шансов нет. Но мы их не слушали. Мы сели, мы послали оттуда заявку, сели в плацкартные вагоны, приехали в Нижний Новгород на защиту. Значит, мы приехали на защиту, и перед нами выступал еще один проект. И мы так сидели, и слышали, как оттуда доносятся такие вопли. А, да вы ничего не понимаете! Да вы вообще ничего не понимаете! И тут открывается дверь, и эта женщина за другой, да я, говорит, от вас вообще уеду в Америку! И ушла. И в 18-18 сказали, заходите, пожалуйста. Мы тогда прочитали, вам сказали о таких технологиях, и нам сказали, слушайте, во-первых, это уже далеко не ново, это все уже сделано, и кроме того, все, что сделано, ничего не работает. И создать, и создать детектор движения в шумящее видео в итоге в камере вообще невозможно! Я отвечал очень жестко, очень жестко отвечал. И в итоге мы этот конкурс четко не выиграли, и получили свои первые деньги, посевные по программе Start, и приступили к работе. Одновременно с этим я начал искать венчурный инвектор. Первый инвектор, которому я позвонил, очень жестко мне сказал, вы знаете, это вообще не ново, такого существует, и деньги я вам не дам. Ну вы говорите, ладно, скиньте мне бизнес-план электронной почки. Я ему скинул, он мне рассказал свой ответ тоже, что это не ново, ничего этого не будет. Мне так раззадорило, я подумал, ну я сейчас тебе напишу. Я сидел и думал, черт возьми, какого черта я трачу на тебя время, ну ты мне точно денег не дашь, каким отроймом. Ну нет, сейчас я тебе напишу, подумал я, и написал ему такой жесткий ответ. Потом я обошел многие венчурные фонды, штук 10, которые работают в России, со всеми ими работами в течение года мы очень жестко вели с ними переговоры. И наконец-то, наконец-то мы получили, получили эти самые венчурные деньги, это венчурное финансирование и венчурный фонд. Мы участвовали в инновационном конвенции, в 2009 году мы дошли до финала, но не победили. В 1960 году мы вновь включились в борьбу, пришли и наконец-то в конце 2060 года мы победили, и президент России вручил нам национальное премию в области инноваций, Я, Виксенберг, вручил цепи как резидента Сколков. Вот из всего этого пути, пути от идеи до вот этого многоточия, где вот эти точки и эти промежуточные точки, я понял только одно. Я понял, что с одной стороны, вот если бы мы слушали всех тех, которые нам говорили, что это невозможно, это не будет работать и у вас шансов нет, мы бы никогда не добились того, чего добились, даже этих вот огромных пока еще промежуточных результатов. Но самое интересное, что я понял то, что если бы мы не прислушивались к ним, к их мнению, то мы бы тоже никогда этого не добились. И директор, и директор того венчурного фонда, который меня тогда так жестко послал, сейчас бы не проносил наш проект и не был бы сейчас представителем звезда директоров нашей компании. Кстати, его зовут Илья Балашов, у него сегодня день рождения, и я заканчивая хочу вас попросить поаплодировать прежде всего ему и вообще всем девчинам и аппетитам, которые дают нам умные деньги. Спасибо.